Вот мы и вернулись со второй частью нашей рубрики, откуда берутся комиксы, в гостях у нас снова или по-прежнему Катя Безрукова, она же Кода, она же создательница комиксов «Драконы тоже люди», «Рэмпэйдж» и «Почти герои меча и магии». И в этот раз мы расскажем вам о том, как... И Катя расскажет, как она собирала вокруг себя творческих людей, как они вместе организовали группу «Гараж». Как это издательство. Да, как они вместе весь этот процесс продумывают и организуют. И много-много другого интересного. Да, мы опять же напомним вам, что здесь мы спрятали в меню самые интересные ссылки для вас. Так что открывайте, смотрите, ну и все остальные ссылки ждут вас в описании. Ждем ваших вопросов, комментариев и приятного просмотра. Погнали? Да. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? У вас в команде, опять же, есть человек, который предлагает запустить какую-то эпическую линейку на сразу 20 комиксов. Есть что-то такое прям серийное в планах? Пока у нас единственное, что серийное есть, это мафия из гаража. Но оно не крупное, но оно будет, думаю, в любом случае развиваться. Потому что мы хотим по нему делать и полнометражный комикс, как мы так называем, скажем так. Сейчас это именно комиксы-стрипы, короткие комиксы, зарисовки про нашу творческую жизнь. Но мы хотим сделать и полноценку. Посмотрим, как зайдет, как получится, и, возможно, оно может стать и серией. А мы больше еще смотрим в зависимости от того, сколько сил потрачено, сколько отдачи в этом было, насколько самим художникам это понравилось делать. Потому что в целом, может быть, ситуация, что это не особо зашло, но художнику было настолько в кайф это делать, что мы такие, ну, ладно, давай. Ты сказала, что Rampage был такой попыткой попробовать что-то более длительное по сюжету. Сейчас уже есть какая-то задумка или желание сделать что-то действительно такое длительное? Или все-таки Rampage для тебя как раз попытка, которая началась вроде как не совсем масштабно, но уже разрастается? По факту, Rampage-то и есть та полноценка, которую я сейчас хочу доделать до конца. Потому что я, опять же, научилась о своих ошибках. И теперь, хоть вот первые четыре главы, первый том, они писались в основном на рандом, то следующие я уже прописала заранее синопсисы для всех глав, что будет происходить. Я уже прописала лучше персонажей, потому что у меня есть такая привычка, скажем так, для кого-то плохая, для кого-то не очень. То, что я люблю персонажей основывать... Ну, так как я тут тем более не хотела запариваться, я персонажей основывала на реальных людях. То есть на тех, кого я знаю и себя беру тоже в том числе. Но теперь я этих персонажей проработала так, что они теперь только по внешности могут в целом совпадать и только какими-то мелкими совсем паттернами. И как бы прописала им мотивации, прописала им предыстории, прописала, что будет вообще дальше. Теперь я знаю, сколько у меня глав в целом выйдет, и у меня уже есть план на это. Так что это стало, считай, моей полноценкой. А та, которая сказала идеальная, она стала жертвовать перфекционизма того, что она даже не начинается. Никак. То есть персонажей я делала и прочее, но никак оно не выходит. Вот приходится, наоборот, заново перерабатывать, чтобы оно стало попроще, чтобы еще что-то с этим можно было когда-нибудь сделать, когда у меня рэмплейдж закончится. Правда, это еще не скоро, но тем не менее. Расскажи, пожалуйста, о том, где вы все складируете свои комиксы и держите. Все комиксы у нас хранятся у Марии и ассистента. У нее кухня полна комиксов. Там сейчас их, наверное, около 6 тысяч, и сейчас, наверное, поменьше. Но у нее было время, когда там было около их 6 тысяч, полкухни у нее просто забиты коробками. Особенно весело, когда приезжают как раз комиксы, 3 тысячи экземпляров, и когда три человека тащат их на четвертый этаж. Это прям мяко в этом плане. Ну, то есть, нас зовет на помощь, понятное дело, народ, чтобы, ребята, нам надо на четвертый этаж это тащить. И кто может, тут помогает. У вас на кухне лежит огромная, скажем так, стопка комиксов. Вы же продаете комиксы еще через интернет, получается, заказывают, и вы вот это все собираете, если много заказов, идете на почту и отсылаете всем по адресам, получается, за один раз или так? Да, получается, у нас как, получается, у нас этим занимается, опять же, у нас незаменимый ассистент. Вообще, хороший совет художника, заведите ассистента, это прям... Это каждому человеку хороший совет. Да, найдите себе человека-ассистента. Если почтой, то ассистент копит какое-то количество заказов, и кипа их, я думаю, в какой-то один день вывозит, ну, и отправляет почтой. Иногда бывает, что самовывоз, то есть могут там пересечься на какой-нибудь удобной точке метро и передать там, если в Москве, понятное дело, и удобно. Но распространение по магазинам занимаемся не мы, этим занимается комикс-паблишер, как наш агент, по факту. Мы через него не издаемся, а оно нас распространяется, скажем так, по магазину. Мы иногда отгружаем часть комиксов, которые у нас там заказали, и они собирают это и развозят по магазинам. Ну, получается, они получают часть продаж или просто вы им делаете скидку? Да, мы с ними расплачиваемся. Можешь ли дать какие-то советы людям, которые хотят печататься и не знают, куда обратиться? Может, по поиску издательства или по поиску типографии? Ну, самый простой вариант, это как бы долго все равно напечататься через издательство, потому что у тебя затрат в этом плане не будет. Если нет особо денег и хочешь немножко заработать, то лучше, понятное дело, идти напрямую к издателю и спросить, там, можно ли через вас напечататься и какие там у вас условия и все такое. Можно узнавать вот эту информацию у разных издательств по комиксам, там, смотреть вообще печатают ли они комиксы или это их основной профиль и так далее. Если же искать типографии, то, во-первых, можно спросить совета у тех же издательств, потому что это будет полезно, а если самостоятельно, то проводить какую-нибудь разведку, а потому что необязательно в типографии, которая находится недалеко от дома, будет выгодно что-либо напечатать. Поэтому печатаем наши комиксы вообще в Нижнем Новгороде, потому что это получается с доставкой до дома ассистента выходит выгоднее, чем в Москве вообще заказывать. Какие-нибудь стикеры мы печатаем в Рязани, вот в Москве мы печатаем плакаты и открытки. То есть у нас вот так вот это выборочно работает. Тоже разбросочная, да, такая. Ну просто так выгоднее получается, реально. Просто провести разведку в своем городе, посмотреть, где какие условия на это время потратить. И потом взять для себя самый подходящий вариант. Расскажи, пожалуйста, о вашей гаражной мафии и вообще о том, как вы все собрались. Может, какой-то был особый момент, когда ты почувствовала... Или случай. Вот просто мы знаем, что по собственному опыту, что очень трудно собрать людей до кучи и что-то им пообещать или сказать, давайте это делать. Не знаешь, как отнесутся. Как вот было это для тебя, собрать вокруг людей? В этом плане было хорошо, потому что у нас цели особой не было. Мы собрались по приколу. И мы друг друга уже знали, мы как кучка друзей. Так что здесь проблемы с этим не было. Проблема была уже потом сделать так, чтобы всем было чем заняться, и кто прям со всем вниманием не обделял, чтобы ни про кого не забывали. Это уже другое дело. Потом как раз, когда новые люди к нам пришли, художники, ассистент к нам пришла, то уже мы начали все более четко распределять, что у нас есть художники, у нас есть сценаристы. У нас есть так называемые импресарио, как раз ассистенты. Ну, сценаристы у нас работают над сценариями и помогают художникам, кто начал делать какой-то свой соло-проект с их сценариями. Ну и плюс закидывают идеи, раскадровки по мафии из гаража. И художники рисуют, а импресарио занимается именно организационной, всей деятельностью, типа там товар пересчитать, на фестиваль заявку подать, с организаторами поболтать, с ними поторговаться. В общем, они как менеджеры такие. На самом деле уже у вас похоже на какую-то такую неофициальную организацию. Мафия из гаража у нас все по должностям, у каждого есть свои должности в целом. Типа есть псевдо и иерархия, но на деле все относительно равны. В этом плане. Просто чей-то голос может весить чуть больше, чем другой, просто из-за опыта. Каверзный вопрос. Мне интересно, как у вас происходит разделение, скажем так, дохода, добычи? Так же происходит пропорционально или... Мне кажется, ты сейчас поднимаешь смуту в гараже. У нас это все нормально обговаривается, в плане того, что по факту чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь. У нас здесь прямая зависимость. Ну и понятное дело, что есть комиксы, которые лучше аудитории заходят, есть те, которые пользуются меньшей популярностью. И за счет продаж более популярных комиксов мы можем напечатать более непопулярные комиксы, но просто чтобы они тоже увидели свет. То есть тут зависит от того, что ты делаешь, сколько ты делаешь. Иногда мы некоторым художникам советуем, мол, давай ты... Это у тебя комикс сейчас плохо заходит? Давай ты немножко на мерч порисуешь, чтобы оно точно с большей вероятностью заходило и продавалось. Типа сделай пару паков стикеров, там любые, или я тебе могу сам подкинуть какие-то идеи. Мы с этим очень помогаем. В этом плане мы друг к другу как бы открыто относимся. Ну и если там кому-то что-то не нравится, мы сразу об этом говорим. Ты говоришь, что у вас такой свободный больше стиль, свободное общение. Есть ли у вас понятие такого, что мы отстраиваем бизнес-план на ближайший год, что мы будем продавать, куда мы поедем на фестиваль и так далее? Типа планы у нас есть. Обычно на год как раз мы делаем, и потом сравниваем, что у нас получилось здесь сделать, что не получилось сделать. В любом случае мы на это смотрим как бы оптимистично-реалистично на все эти планы. Типа вот мы делаем то, что надо делать и что сделать обязательно. Ну вот у нас есть список того, что прям очень надо сделать. И есть там, например, планы, а вдруг получится сделать еще вот такую тему. Вдруг получится спешл сделать, вдруг получится еще что-то. но это такие планы, которые мы понимаем, что было бы хорошо их сделать но если не получится, ну, с кем не бывает оптимистичные планы, не страшно или, например, как раз у нас когда у нас периодически проходят какие-то общие сборы, где мы как раз обсуждаем, кто еще, в каком сроку может сделать мы сразу спрашиваем какой художник может сделать в каком-то сроку определенный сборник или определенное количество страниц просто чтобы посмотреть по мере сил потому что у нас кто-то полностью занимается рисованием комиксов, как я кто-то еще параллельно учится, параллельно работает мы это все как бы понимаем, кто-то выпадает на время сессии и вот подобное Ты сказала, что вы больше как команда людей которым интересно зависать вместе делать то, что им нравится но не мешает ли это процессу работы вместе как если вы собрались и не оттягивая, не хотите работать или вы работаете именно по одиночке Иногда это мешало но опять же мы именно большой кучей встречаемся редко мы все работаем на своих точках в любом случае, но именно в живую имею ввиду а так понятное дело, что у нас возникают периодически какие-то споры потому что люди у нас достаточно разные в плане характеров, мнений У вас, как у творческого коллектива есть какие-то планы на будущее? или у вас это пока идет как переменная? А мы делаем это по вдохновению это делаем по настроению а так как получится, так получится? А планируете собрать большую команду и делать больше комиксов? Студию открыть? Как Баббл? Нет, планы есть У нас есть план когда-нибудь снять офис чтобы у нас была точка, где мы можем работать вместе потому что когда работают люди в одной точке продуктивность как-то более стабильная получается особенно если есть точка, где работать дома ты все-таки расслабляешься ну и не у всех есть с этим дисциплина Там вдохновение, мотивирующие Да, да, да там сразу можно проще помочь мы пока практиковали эту тему с некоторыми художниками когда мы сразу решили сделать наперед некоторые комиксы то есть по мафии то есть там они же комиксы-стрипы и чтобы мы заранее сделаем сразу много штук чтобы их распределить на некоторое время чтобы можно было своими другими проектами заняться мы делали практику того, что мы у двух наших художниц которых мы они вместе Марго и Олис то есть Марго Олис но мы их называем Химера потому что мы обычно к ним обеим обращаемся сразу и с художницей Ионич мы вообще у них в квартире решили попробовать в течение месяца вот именно сидеть, работать и в целом это было достаточно продуктивно потому что чаще как раз я приходила и помогала им сразу не надо было там печатать и подумать о том, как правильно это напечатать можно сразу уткнуть пальцем и сказать, что не так и что так так что есть план на теоретический офис есть планы на, понятное дело, на новые комиксы новых людей тоже расширяться потихонечку сейчас останавливает именно то, что в финансовых планах, да? не хватает средств, чтобы откроть офис? да, финансовые планы, они часто что-то не очень помогают особенно, когда ты занимаешься самоздатом понятное дело, в кредиты не особо хочется уходить так что мы пытаемся как-то вот чем есть поэтому у нас есть комиксы, опять же говорю которые приносят большую часть прибыли но на эту часть прибыли можно напечатать менее популярные комиксы чтобы они просто увидели свет мы все равно их будем продвигать с нами нередко бывает такое, что появляются когда люди видят, что ты рисуешь делаешь комиксы, комиксы замечают появляются люди с гениальными идеями бывают ли у вас такие люди, которые говорят у меня есть гениальная идея, пожалуйста начните над ней работать, а я буду ну, зарабатывать, грубо говоря, деньги есть ли у вас такие люди и как вы на них реагируете? бывают такие люди, но мы обычно говорим, что, ну как бы мы иногда даже можем ознакомиться с этой идеей в любом случае, но мы чаще скажем нет просто, если человек скажет почему то мы скажем почему мы в этом плане достаточно прямолинейные иногда бываем жестокими но мы все равно пытаемся как-то смягчать в этом плане это меня навело на вопрос у вас группа людей, она полностью закрыта? просто я думаю, если люди будут смотреть это им будет интересно, можно ли к вам как-то попасть и поучаствовать вместе с вами, поучиться у вас или у вас уже все закрыто и вы пока не принимаете новых людей? мы периодически присматриваем новых людей иногда их зовем сами, иногда могут сами кто-то к нам прийти и сказать, вот я хочу вам помогать ну или там, прийти к вам как художник то нам главное, чтобы нам показали портфолио если нас все устраивает, то мы пытаемся устроить собеседование вживую потому что вживую человек общается не так, как в сети мы уже это не раз проверили чтобы узнать вообще, чем человек живет насколько ему это надо вообще заниматься комиксами потому что мы понимаем, мы сразу предупреждаем если он нам понравился, мы предупреждаем о том что финансы первое время, скорее всего, тебя не будут радовать возможно, это будет попозже тебе надо будет делать вот это, вот это, вот это ты уверен, что хочешь этим заняться вроде такого, чтобы это было максимально осознанное решение иногда, ну в любом случае, если кто-то хочет именно спросить совет или, там, именно спросить просто, поинтересоваться лично, там, для каких-то своих проектов то мы к этому, в целом, открыты мы спокойно на эти вопросы отвечаем нам можно сообщение сообщества написать кому-то в личку, если она открыта и мы просто спокойно говорим тему про ситуацию кто-то хочет пойти печататься мы скажем, что делать если скажут просто оценить работы мы прямо это оценим получается, вы работаете только с теми кто доступен, кто находится рядом с вами или у вас был все-таки какой-то опыт работы с тем, кто удаленный член команды какой-то у нас было, у нас один член команды жил раньше в Самаре но потом он переехал в Москву и там стало удобнее в этом плане и у нас была девочка из Питера она пока ушла у нас из гаража потому что она ушла на другую работу она начала заниматься другими делами поэтому совмещать у нее не получалось но это как бы, все понимаю, все дела она мне пока просто периодически может покрасить дракон тоже люди например, мы все равно как бы связь имеем и мы часто у нее ночуем например, если у нас пестиваль в Питере по вписке, почему? она не против ну получается, это люди, которые сами к вам приходят, просят или вы ищите прям целенаправленно а мы не успеваем по этому проекту но хотелось бы к срокам и ищите обычно к нам приходят именно потому что в целом мы пытаемся рассчитать так чтобы нам проектов хватало на всех на все примерно рассчитываем когда у кого какой проект заканчивается и когда человек, например, освобождается немножко и может заняться чем-то еще ну часто вкладываетесь в сроки вот спланировали, надо это закончить и сто пудово закончить или кто-то обязательно придет на помощь выручит и дорисует там еще 20 страниц бывает, чаще всего ну не, бывает такая ситуация, что кто-то прям совсем не может успеть иногда, ну там нас, например, могли заранее предупредить по поводу того, у нас одна художница она диплом сдавала она заранее нас предупредила о том, что у нее будет диплом и она будет там доступна месяц три мы такие хорошо, у нас есть варианты такие, что давай ты доделаешь точно долги если сможешь, там, доделай то, что она, по-моему, даже сделала работы наперед за эти месяцы она их сдала сразу и потом на три месяца вообще ее не трогали или там сколько-то времени то есть она могла заранее сдать работу если такой возможности нет, то мы как-то еще договариваемся в этом плане главное все равно потом работу сдать либо в срок, либо в третий срок, скажем так ну здорово, когда есть такая сплоченность и можно обо всем договориться и сделать все как нужно вот ты говоришь о сроках это звучит прямо как полноценное издательство как вы выбираете сроки? соответственно, какому-то графику? или да, под события, под фестиваль? мы больше от события и по возможности ну, по графику какому-то выхода это больше по возможности если вообще получается такое сделать с какими-то комиксами потому что опять же у всех скорость разная у всех все по-разному получается у нас именно четкий график на мафию из гаража что должно быть на данный момент у нас график что должен быть один комикс от человека а у нас как бы художников прилично то есть у нас человек шесть художников возможно у нас новенькие появятся будет еще больше то есть это получается все равно за месяц даже если один человек сделает один комикс это уже приличное количество которое можно распределить там уже неплохо на выкладку Потом мы немножко их поменяем, но, тем не менее, на «Мафию» у нас всегда есть какой-то чёткий срок. С другими комиксами по-разному. На сроки больше ставятся, что мы хотим напечатать этот комикс к вот этому фестивалю, успеешь ли ты? Обычно вот так работает. Если не успеешь, давай успеем к вот этому фестивалю. Мы потому что пытаемся приурочить к какому-то мероприятию в любом случае, чтобы у нас старт продаж был получше. В этом плане и больше людей вообще узнали про этот комикс. Расскажи, пожалуйста, о вашем сам издате и получается ли сейчас вот захотели – печатайте, захотели – можно отсрочить чуть-чуть. Допустим, по сравнению с началом, когда нужно было искать возможность напечатать. Ну, сейчас в любом случае тоже надо некоторые сроки подбирать, потому что бывают моменты, когда типографии очень сильно загружены, и они, например, не могут очень быстро выдать тираж, особенно если большой. У нас, получается, самый большой тираж был пока 3000 экземпляров. Это какой был комикс? Это Дракон Тоже Люди, у него тираж 3000. Сам издат, причем все еще. На широкой аудитории у нас и достаточно в возрасте люди его покупали. Например, в отличие от того же Рэмпейджа, который чисто на подростков, я думаю, пойдет. Ну или на моих ровесников. Потому что драки и прочее. Да-да-да. Расскажи, пожалуйста, о фестивалях, которые вы посещали, побывали. Какие бы ты хотела выделить больше всего, на которые тебе прям понравилось? Да и почему. Да, и почему. Ну, понятное дело, что вообще самый прибыльный и самый крупный фестиваль в любом случае является это Комик-Кон Раша, который московский именно. Потому что там народ активно приходит, это уже достаточно такая устаканившаяся штука, и он у нас как раз самый активный, настолько, что мы порой даже до туалета дойти не можем. Просто за день. Сейчас закрылся уже Старком, насколько знаем, но мы ездили на него регулярно. Извини, я подумал просто, что надо ставить прилавки сразу около туалета, там и в любом случае толпа, поток будет сразу проходить. Толпа-то будет, но, возможно, она будет заинтересована не в нас. Бывает проблема, если кого-то из малоизвестных художников посадят с очень известным художником, рядом сработает скорее тема того, что очень известного художника заметят, а этого проигнорируют. То есть лучше их как-то равномерно в этом плане посаживать. То есть это может выгодно сработать, если вот эти два художника друг с другом сконнектятся, и будет все хорошо, и будет какая-то взаимопомощь. А так его могут просто проигнорировать в этом плане. Интересно, это как ты рассказывала то, что к вам подходит и выбирает из вас любимчика у стенда и покупает только у него комикс. Кто выбирает любимчиков, если у любимчиков новинок нет, то мы говорим, ну вот можете попробовать познакомиться с работами другого нашего художника. Надо пробовать так, у него нет случайно ничего нового. Вы раз такой комикс, ему дали, а вот новый комикс, вот от него. Ну скорее так, у нас есть новиночка от другого автора, мы в этом плане не привираем, мы говорим только в этом плане. Мы честные, мы не говорим, что это работа от этого же художника, мы говорим, что нет, это работа от вот этого художника, это от вот этого. Ну если хотите, он может поддержать или подписать. Да, вроде такого, ну или можете мерч там посмотреть. Это как раз тема с авторским комиксом, что, ну отличие авторских работ от фан-артов. Если ты делаешь фан-арты и к тебе приходят люди, то они сразу знают, зачем они идут, они идут сразу смотреть, они сразу знают персонажей, им не надо ничего объяснять, как бы все в порядке. А когда авторские работы, то тебе надо все-таки как-то с людьми говорить, чтобы понять, это сделан я, я художник, я умею рисовать, да, это мои персонажи. Тут там же подпись. Да, ну если... Да, подпись, это мои персонажи, они тоже интересные, хочешь расскажу. Если не расскажешь, никто не узнает. Поэтому мы агрессивно торгуем, просто чтобы люди, во-первых, не боялись с нами разговаривать, мы сразу как бы позиционируем, что мы не будем впаривать, мы просто с тобой разговариваем. Просто, даже если ты ничего не купишь, просто заполни нас. Нам этого достаточно. Еще очень клевый фестиваль в Рязани, на Безаркон, он вообще как бы такой более лайтовый, он такой дружелюбный, потому что там все такие, все ведут себя как свои, все как бы все хорошо. Там больше идет тема, ну да, там подзаработать тоже можно, но там все еще очень хорошо друг с другом общаются в этом плане. То есть все очень велико. Юникон в Беларуси тоже очень крутой фест. Он такой достаточно крупный, изначально был как фестиваль стендов, ну то есть там только были стендовики. И как бы в Беларуси не сразу привыкли, что, например, в первый день там можно и комиксы какие-нибудь купить, посмотреть и так далее. То есть там пока он, ну сейчас он уже получше стал, но все равно он очень крутой фест. Куда дальше всего вы заезжали с фестивалями? Мы были как-то в Новосибирске, ну в России и Беларусь, у нас больше пока дальше никуда не выходили. Но мы были там в Мурманске, часто бываем на Поларконе, на Поларфесте. В Новосибирске мы были один раз на Попкорне, но там иногда приходится выбирать между фестивалями, на какой поедешь, на какой нет, потому что они иногда совпадают с датами. Ну или если получается, то и по финансам тоже, то мы еще и можем разделиться. Плюс иметь большую команду, можно разделиться на несколько фестивалей параллельно. Да, кстати. У нас было до пяти фестивалей в один день. В разных городах. Вы стримы не устраиваете прямо на фестивалях, чтобы и зрителей призвать. Да, и те, кто на фестивале, и те, кто за вами следят сразу. О, они там есть, я приду сейчас же. Нет, пока этим не занимались, потому что мы обычно заняты тем, чтобы с народом на фестивале общаться. Мы, если этим и займемся, то если фестиваль прям грустненький или там мало народу приходит, потому что больше всего мы устаем с фестивалей, на которых именно нет ничего, то есть или не происходит особо ничего. Если куча народу приходит к тебе или просто стабильно, то ты устаешь меньше, потому что ты всегда что-то делаешь. Ты не успеваешь вообще понять, что происходит особо, или твой организм. Ты можешь забыть поесть о том, что ты хочешь есть, а потому что смотришь, о, шесть вечера, фест уже закончился. Ну, с Комик-Кона примерно так работает, когда четыре дня проходит просто вот так вот. Где и нахожусь. Мне понравилось название «Грустненький фест». Да, это так важно. Ну, «Грустненький фест» это чаще бывает на каких-нибудь аниме-фестах, где приходят... Погрустить. ...с малым количеством денег, и понятное дело, что они могут мало что себе позволить. Ну, мы свои комиксы разрешаем почитать вообще прям там на месте, если им скучно тоже. То есть, или, например, люди ходят волнами, когда происходит косплей-дефиле, люди внезапно пропадают, косплей-дефиле заканчивается, люди появляются. И мы называем это «волны людей». Когда волна прошла, мы такие «А-а-а-а». Это просто те люди переоделись и пошли косплеить. И тоже вариант может быть, кстати. Всякое бывает. Расскажи, пожалуйста, о каких-то необычных случаях с фанатами. Это был один случай, это был не с фанатом, но просто история с фестивалей, про такой фестиваль, как Московская конвенция комиксов. У этого фестиваля не очень хорошая репутация сама по себе, потому что организация там очень странная, так как когда мы два раза подряд ходили на этот фестиваль, почему-то охранникам, во-первых, говорили, что сначала они пускают посетителей, потом участников фестиваля. Пустой зал. То есть это было крайне странно. И мы как раз, там была я, Маша и вот Илья, который на заднем фоне сидит как технафь, да. И в общем, сначала мы пошли в главный вход, и такие, в смысле, как это работает. Ладно, мы пошли в черный, ну не в черный вход, во второй вход, думали, что он для участников. И охранник нас все равно не пускал, говорил, что сначала пустители, потом участники. Мы не поняли, почему им такое распоряжение давали, честно. А был прикинуть в посетителей. И в итоге, короче, Маша, она как бой-баба, она начала говорить, что нет, мы должны сейчас пройти, какого черта? Вон там один наш человек, она блефовала в этот момент, если что. Почему один человек вон там прошел, а мы не можем пройти, какого черта? В общем, охранник сдался, он пустил нас, он пустил с нами Илью, у которого не было, Бейджика, и пустил еще магазин, который не мог сам пройти. Поэтому получилось вот так. Во второй раз была примерно такая же ситуация, только мы договорились быстрее. Там потом кто-то в статье, по-моему, какой-то или где-то еще написал тему того, что, блин, мы что-то не могли никак войти, но потом пришел гараж и все разрулило. Сработало так. Да, и еще была тема с тем, что на московских фестивалях периодически появляется некоторая бабуля, которая любит мошенничать и подворовывать у тех же художников мерч. Мы ее достаточно долго выслеживали, на самом деле. Она хотела стащить брелок, сказав, что я сейчас пойду на улицу, посмотрю, светится ли она в темноте, ее ассистент отвечает, она не светится в темноте. Но я пойду проверю, она не светится в темноте. Ну или была тема с мошенничеством, того, что когда протягивает тебе 5000, художник начинает искать сдачу, сама бабушка убирает 5000, но говорит, что она дала уже тебе 5000. Но как рассеянные люди, понятное дело, могут с этим... Ну да, мы в мошеннике. И мы, короче, эту бабушку выслеживали достаточно долго, на самом деле, потому что ассистент не могла ее никак сфоткать и среагировать, потому что она часто именно в этот момент оставалась одна. Там либо я отходила, либо кто-то другой из наших отходил. Специально отходила, когда мошенники. На последней московской конвенции комиксов, которая вот в 18-м году, получается, она была, там нас было пять человек, поэтому Маша сказала Илье Фас, и он пошел ее сфоткал, и потом эта фотка как раз разошлась по сети, чтобы люди хотя бы запомнили, кому надо быть в детей. Мне кажется, ее еще трудно было поймать, потому что она меняла внешность, такая бабушка косплеера. Если она была косплеером, было бы жестче, да. В завершение дай парочку, три совета, может больше, начинающим художникам комиксов и вообще чего ожидать, когда ты только берешься за это дело. Ну, наверное, самое первое, что мне приходит в голову, это гни свою линию. В плане того, если ты хочешь сделать какой-то комикс, но боишься, что он будет какой-то узконаправленный, то все равно делай, аудитория какая-то да найдется. И чего только люди не читают, а чего люди только не фанатеют на самом деле. Также адекватно оценивать вообще критику, которая приходит со стороны, и пытаться адекватно реагировать на неадекватных людей, скажем так, чтобы, скажем так, максимально показывать себя как. Я адекватный, ты неадекватный, но я не опущусь до твоего уровня, грубо говоря. То есть, потому что неадекватные люди, они есть везде, просто с этим смириться и как-то пытаться с этим жить. Мне кажется, это надо надпись на майку. Я адекватный, я не буду опускаться на твой уровень, смиритесь. Ну и если приходит именно адекватная критика как разбор, то реагировать на нее как положительно, потому что человек реально может просто прийти и попытаться помочь тебе. Понятное дело, что иногда это бестактно может случиться, когда ты никого ни о чем не просил, и человек приходит и тебе вкидывает вот эту инфу. Но сначала можно позлиться где-нибудь, там, ходить побомбить, например, часик. Потом, когда остынешь, еще раз пересмотреть вот этот текст, и не подумать от всей то, что ты действительно хочешь поменять, то, что действительно надо поменять, а то, что, например, больше вкусовщина. Если человеку не нравится стиль аниме, это его проблемы. Если ему не понравилось, что у персонажа сломано колено, то, наверное, над этим надо задуматься. Особенно, если это не было запланировано вроде такого. Смириться с тем, что уже существующих персонажей буду сравнивать с твоим персонажем и наоборот, потому что это вообще классическая тема. С этим тоже надо просто смириться. Потому что я знаю людей, которые агрессивно на это реагируют, я думаю, ну это же неизбежное. В смысле, это как бы, какой смысл на это агриться, если и так, как бы, есть... Понятное дело, что какие-то мысли будут совпадать. Ну и в любом случае, даже если внешность одинаковая, персонаж в твоей вселенной, это персонаж... Это не тот персонаж из другой вселенной. Если того же, там, Наруто засунуть в другую вселенную, это будет уже другой Наруто. Мне кажется, это, вот эта связь, это такая первая попытка этих людей найти что-то общее. Поэтому, когда они видят связь, это скорее, они готовы к тому, что ты им предлагаешь. Но пока осторожней, да. Да, то есть это не исключено. Нет, конечно, с какой стороны у кого-то это может реально быть наездом, то, что это, просто ты спер, короче, вид персонажа. А на теле просто кто-то сравнил и увидел некоторые просто паттерны. И агрессивно я бы на это не советовала реагировать. Ну, просто реально человек мог найти что-то такое общее и может даже реально... И ваш персонаж ему даже больше от этого нравится начнет, потому что, о, мне с тем персонажем закончились все истории, я теперь буду за твоим наблюдать, потому что они очень похожи. Мы хотим тебя поблагодарить. И Илью, кстати, тоже поблагодарить за то, что помог нам все устроить. Виртуальная D5. Да, виртуальная D5. Да, спасибо большое. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? Итак, в этот очередной раз мы уже ставим точку в нашем общении с Катей. Но мы непременно вернемся как-нибудь и поболтаем, потому что приятно узнать какие-то новости, какие-то новинки из мира комиксов. И мы... Говорим с Катей, тебе спасибо. Друзья, надеемся, вам было интересно и полезно, и вам понравилось то, что Катя рассказывала. И вы уже сейчас хотите побежать купить комиксы Rampage. Да, или почти Герои Меча и Магии, которые вот-вот выходят. И можно это сделать прямо под ссылком под этим видео, потому что там есть все, да. И благодарим вас за то, что вы смотрели, за поддержку, за то, что вы смотрели наше прошлое видео. Мы видели, что вы подписываетесь, ставите лайки. Спасибо вам огромное за это. И на этом, я думаю, все. Да, будем прощаться. И счастливого конца света, друзья. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова